Вы когда-нибудь видели наглых школьников? Просто наглых, которые не уважают. Ни окружающих, ни взрослых, ни даже сотрудников полиции. Блин, ничего. Пакс, помоги, пожалуйста. Слушай. Молодые люди, выходим из машины. Просто я видел, как эти молодые люди украли наушники. Да ничего мы не крали, понимаешь? Они кем вообще приходятся? Я ничего не крал, понимаешь? Мы просто зашли другом купить, попушать и покреться. Он за нами побежал, мы испугались и убежали от него. Давай тебя обучу. Ну давай, обучи меня. Да не имеешь ты права меня обучить? Лев, давайте я просто посмотрю вашу машину. Давайте вызывайте тогда своего старшего. Давайте вызывайте тогда понятных машин. Давай мы забудем это дело. Слышь, они настоящие. Откуда у тебя столько денег? Ну это не важно. Помнишь, я тебя просил купить мне компьютерную квартиру. А теперь вот я миллионер, все. Ребят, всем привет. В общем, произошла следующая ситуация. Мы с Кириллом решили встретиться со школьником, который изменил своей девушке, чтобы помочь как-то наладить ему отношения, урегулировать эту проблему. И подъехали уже к его дому, как вдруг мы просто заметили, как бегут два подписчика, как нам показалось на тот момент. Но не обратили на это внимание, не передали никакого значения. И продолжили как раз таки записывать начало ролика уже. И ждать как раз таки, когда к нам спустится Макс. Затем эти подписчики побежали вдруг к нам в тачку, уселись туда и просто попросили их выгородить. Следом подбежал сотрудник полиции. И я думаю, вы сами понимаете, что ничего хорошего из этого не произошло. То есть там где школьники и полиция, это в любом случае что-то нехорошее. Вы когда-нибудь видели наглых школьников? Просто наглых, которые не уважают. Ни окружающих, ни взрослых, ни даже сотрудников полиции. До недавнего времени я тоже настолько наглых не встречал. Но эта ситуация все изменила в корне. Потому что таких я еще не видел никогда. Так вот, суть в том, что видос мы сняли, но не тот, который хотели. Ни с Максом, ни с его девушкой, которую он изменил. А в итоге сделали контент там эти школьники и этот полицейский. Что из этого вышло, вы увидите прямо сейчас. А перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк. Набираем 40 тысяч лайков. И выезд как раз-таки следующий ролик, в котором мы встретимся с Максом. И будем пытаться помочь им помириться с Леной. После того, как он ей изменил. И после того, как та девчонка его шантажировала и слила эту измену как раз-таки Лене. Короче, не буду тянуть время. Желаю вам приятного просмотра. Ребят, я уже, наверное, вам миллион раз рассказывал про инвестиционный проект Avalon. В котором вы вносите депозит на определенную сумму. И через некоторое время забираете с неплохим процентом свою сумму назад. То есть реально очень неплохо зарабатываете. И причем ничего для этого не делаю. Просто пассивный доход. Вносить можно депозит от 100 рублей. То есть если вы вдруг относитесь скептически к этому, как, в общем-то, относился раньше я. То можете просто нести 100 рублей на один день. И сами убедитесь, когда заберете 100 рублей через сутки уже с небольшим, но процентом. Как видите, вот эти 160 тысяч. Они сейчас в доступных средствах на моем счету. Я снова сделаю вклад на 14 дней. Смотрите, за 2 недели я получаю чистые прибыли. Сверху еще 33 тысячи. Итак, я создаю депозит. И сумма на выходе будет вставлять 193 тысячи. Нажимаем создать депозит. Все, депозит успешно создан. Сами видите, то что я реально уже давным-давно там зарабатывал. Уже сколько времени прошло. Уже, наверное, больше чем полгода я сижу на Avalon. И пусть потихоньку, но деньги все равно копятся. Это достаточно приятно. Ссылку на Avalon я оставлю в описании под этим роликом. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте вместе со мной. Ребята, дома вы помните, что школьник изменил своей девушке. И мы решили как-то это уладить. Поэтому приехать сейчас в его дом. Он должен выйти, рассказать нам, как сейчас в них обстоят дела. Вот. Блин, ты снимай, они тебя узнали, походу. И дальше уже будем решать. Блин, чего? Макс, помоги, пожалуйста. Нам надо спрятаться. Чего? Чего? Слышь? Чего, спрятались ли по-твоему? Чего за тебя происходит? Нет, не успели. Слушай. Молодые люди, выходим из машины. Ну, какого-то? Ладно, я выйду сейчас. Да не надо, не конфликтуй, Макс. Сейчас я спрошу, что надо. Понятно, что сели. Что случилось? Ну, видел молодых людей. Вот у вас сидят на заднем спине. Ну, еще. А кто, чего они вообще сели к нам? Мы вообще не знаем, кто это. Ну, давайте все объясним. Когда они выйдут. Выходите в машину. А, это тот, который в Маканке садился? Короче. Выходим. Зачем выходим? Мы вообще блогер. Мы пытаемся в видео снять что-то. Я видел, как они сели в машину. Что они сели? Вообще выходить. Выходить. Мы, по-моему, спалились, ясно. Что у нас поставляете? По-моему, по-моему, не поставляют. Все нормально будет. Просто... Снимаете? Да ну да, а что? У тебя часто такое бывает? Просто я видел, как эти молодые люди украли наушники. Да ничего мы не играли, понимаешь? Они кем вообще он приходится? Я думаю просто... Макс, выйдешь, что он здесь? Макс, выйдешь. Ну, ты чего, что он выйдет? Давайте. Что случилось еще раз изначально? Кем нам приходится? Никем они, моих два раза в жизни видели. Ну, эти молодые люди, по-моему, мнению, украли наушники. Потому что лично я их видел. Это не по-твоему мнению, этого не было. Не по-твоему, а по-вашему. Ты можешь меня обыскать, да? Нет, не надо. Ты что-то такой наглый, субротинацией. Я не наглый. Да. Потому что он за мной побежал, не за что. С лейтенантом полиции, а не с кем-то просто. Ты тоже полегче, ты куда? Он побежал за нами, мы испугались. Что нам теперь делать? Он просто побежал с нами, не за что, иначе у нас, типа... Что мы что-то украли. Убегал, потому что... Я избегал. А, это как фраз, знаешь, что убегал, а ты что догонял? Так что ли? Ну, типа, да. Ну, я был без маски, я подумал, что из-за коронавируса он хочет меня арестовать. Типа пойти к моим родителям. В итоге, давай показывай карманы. Да, особо есть проблема. Причина, я не понял, в маске, что он без маски, что ли? Не в маске, а именно то, что этот молодой человек украл наушники. А вот этот, походу, его друг, его как бы приглядывал за этим действием. Ну что, ну показывай карману. Понимаешь, что ты ржешь-то? Зачем вам это надо? Смотри, видишь, телефоны и перчатки, вот. У меня ничего нет. Телефон? Ой, из-за тебя деньги уронил. Сейчас еще что-то найдем. Попробуй. А у этого может что есть? Попробуй найти. Телефон у тебя так. Ну ты, кстати, реально что-то бесстрашное. Сейчас поедем просто... Какой участок без родителей не можешь на меня взять? Вам сколько лет? Ну и что? Ну вот приедем участок и позовем ваших родителей. Ну, кстати, вы не имеете права реально его забирать. Нет, мы можем, да, в участок их забрать, двоих. И потом уже, когда родители будут приезжать, то их запишем все данные и все дальше. Карман показывает? Показывает. Вот, смотри, наушники. Нет, я считаю, что вы не правы. Потому что, ну, как минимум, как минимум... Я просто сейчас данные запишу на видеокамеру и все. Не будешь? Я тебя не разрешаю записывать. Мои данные не покупаю. Ну, кстати, ну, если на самом деле, мне кажется, я не из родителей даю. Из родителей нельзя, мне кажется, да, Макс? Да можно, можно. Нет, нельзя, ты вообще правила, законы читал. Это была статья. Уголовного кулакова. Какая статья? Какая статья? Какая статья? А такой? Да ну ты что? Ты что тоже переговариваешь? Ты сейчас хуже себя делаешь? Мы пытаемся как-то выгрузить тебя. Да? Да. И вообще, зачем ты стоишь, на самом деле? Что говорить? Я не буду ничего говорить на твою камеру. Потому что ты не имеешь права. Да никому не приходимся. Просто уходим. Брат-папа, короче. Да, он остатался, как там ошибиться. Нет, это мой брат и папа. Какой брат и папа? Да, он придурил. Что вы его слушаете-то? Я не понял. Ну, это понятно, что как бы просто присели. Так, может, претензии в чем? Наушники они украли? А где наушники тогда, если они украли? Так вот. Что? Давай я вас обучу. Ну, давай, обучи меня. Все на камеру. Да ты имеешь право меня обыскивать? Конечно, имею право. Конечно, имею право другого. Да не имеешь ты права меня обыскивать? Что ты делаешь? Мы просто найдем у вас все. Ну, давай, попробуй найди. Давай, у меня вот тут карман есть. Вот тут карман есть. Видишь, вот, смотри. Видишь, карман нет ничего. Видишь, вон. Зачем у меня проблема вышла? А вы зачем с темой ситуацией не понял? С родителями. Ну, в смысле зачем? Мне тоже как бы моя личная безопасность, чтобы было все такое. У вас же нагибная камера должна быть, или это у гаишек кто? Так вы за ним следили, получается, или как вы поняли, что... Вас вызвали? Да. Нет, меня не вызвали. Я просто там же закупал. Закупался в этом же магазине. И увидел уже, как молодой человек украл просто... О, охранник, он выбежал из магазина, то есть, ему дальше уже нельзя было бежать. Ну, я не знаю, вот, я просто увидел, как он побежал к вашей машине и уже сел туда. Соответственно, возможно, что у нас в машине даже такое будет. У нас? Да. У нас в машине что не может быть? О, они только сели, вот сразу подошли. Вот именно. Вы же сами видели, вы за ними бежали. Мы вообще здесь не... Ну, просто вот, как бы, чтобы не было каких-то проблем, давайте я просто посмотрю вашу машину. Нет. Давайте вызывайте тогда своего старшего, давайте вызывайте тогда понятых. То есть, вы можете показать машину, вообще, как бы, людей, которые просто стояли, то есть, мы никого вообще... Вы имеете полное право понятых тогда вызывать видеокамер... На каком основании? Ну, да, кстати, основание для этого... Вы что, соучастники их, или что? Давайте понятых просто найдем. Вы нас отключать пытаетесь, или что? Нет, я вас не пытаюсь. Вы пытаетесь нас как-то привести к этому. Я просто вижу, как эти молодые люди... Ну, ты меня вы что? И всё. У меня нет ничего. Товарищ лейтенант, у вас есть свои работы. я правильно понимаю у нас есть своя мы пытаемся видео записать да сейчас темно уже станет мы просто не снимем видео из-за вас мы здесь ни при чем надо ладно забирайте тогда и забирать просто посмотрим вашу машину есть там ничего не будет здесь в любом случае их заберу участок родители их вы нашли да погоди не уходи сейчас снова вызывай по факту вы сейчас обвинили его в краже хотя у него ничего нет пытаетесь как-то на сейчас оклеветать приплести к нему то что у нас машине что-то может находиться в полицейском участке это другой разговор будет я еще раз говорю мы морозим сейчас здесь себя просто понятно что они к вам никак не относятся эти модели может быть у вас узнали и присели к вам машину но я просто лично я лично я видел как они эти молодые люди крали белый коробки у него есть у тебя есть наушники смотрели уже вот наушники у тебя есть наушники смотри период маска нет они были в белой коробке я ничего не крал понимаешь мы просто зашли другом купить покушать и покреться он за нами побежал мы испугались и убежали от него он начинает бесконечный разговор какой то мы ни к чему так не придем у них есть что-то ворованное нет машину смотреть будем нет потому что нет никаких оснований нету понятых и так далее будем смотреть машину и будем смотреть машину ты поехали я думаю нам ничего не садись ульма до свидания как это что лейтенант 67 машину обыскивать ничего вообще что офигел ребят хочу вам посоветовать присоединиться ко мне на самом сервере в gta я играю на шестом сервере и хочу чтобы вы были мои банди да да я создаю свою банду и хочу чтобы там были мои подписчики чтобы уже устраивать войны между другими бандами сейчас я езжу на bmwx 5 7 на красном вы сможете найти меня в игре именно по ней я жду обнову в которой появится скоро mercedes и снова я буду на зеленом mercedes в общем-то все как и в жизни я хочу как можно больше реализма плюсом игры является то что в неё играть можно на телефоне то есть вы можете играть вообще с любой точки в любое время игра абсолютно бесплатно поэтому вообще не за что не парьтесь я думаю что это будет очень круто поэтому переходите по ссылке которые указаны в описании под роликом регистрируйтесь вводить мой промокод регистрации кто сейчас вас на экране мащенко вы получите уже начальный бонус благодаря которым вы сможете легче начать игру чунка вообще пристал очень не пойму да я не знаю вы ничего не брали да да нет ничего как слышь что такое макс вы нахера сказать то что очень где а где где лежали очень херовых обыскал я не ты куда их спрятал тебя в кармашек машине вот тут мой похода если по нереально бы обыскивали он точнее бы обыскивал вы не мог обыскивать без его разрешения а я так и думал что вы придурки сушен 1 магаз их будет отвести к магасно но сейчас сюда встанем сейчас будем возвращаться отдавать не магазин пойдешь смарт менту к этому пойдем и я я не хочу пусть выходит из машины выходить давай нет да выходи давай что ты улыбаешься слышу ему весело выходи прикинул короче нас мог большого мы не хотим с участниками быть вас с вами хотим участниками быть с вами давай его пять тысяч до мы будем и вы отстанете и 5 тысяч давай мы забудем это дело вышел не настоящий сколько у тебя да я не отниму я не я не я не надо трогать да я посмотрю ничего спрячь и никому не не могу дай ну не отпустили а на хера ты вообще украл то ножки сиденье может отрискать денег подкуда у тебя столько денег мысли неважно где ты взял деньги на спрячь никого не показывай где ты взял не важно макс скажи где взял родители дали кто мама а где он все работает в школе преподавателя отец ушел за сигаретами когда я был маленький и не вернулся мама сказала что его забрали на важную операцию типа потом когда я подрос я все понял военную операцию куда что что манчик наврала мне а деньги в итоге ты на день его на себя дать ты мастер давай все давайте угромить и ты нет меня не украл что-то я уж не китом на лужу давайте по 10 тысяч до слушать и забудете возьмем по-другому да мы отвезем тебя к маме давай ты не будешь меня никуда отвозить ван просто заберешь деньги и свалишь я не буду брать твои деньги потому что я верю что деньги также ворованы почему как могу такую крупную сумму украсить ты вот подумай заначка по-любому есть у мамки забрал да не у мамки мне мам я на каждый день откладывал деньги с культуру и ловки да и на твоем вот сайте который рекламируешь помнишь я тебя просил купить мне как же я миллионер все где ты взял у тебя не должно это волновать понимаешь почему мелкий чувак который мелкий какой мелкий имеет 15 лет ёб ты только что менту сказал 13 да ты думаешь я ему правду скажу а почему ты нам правду не не говори мы тебя сейчас в гараже там даже сказать не может где ты взял деньги мы тебе помогли распечатал ты знаешь откуда все ты знаешь нет не знает он это не твои работа наушники где возвращай их назад ну там в машине у нас лежала а на херат их укрался эти даже не нужны не знаю девушки хотелось если ты говоришь денег дофига в чум ты их не купил это может моя последняя котлета ёбки ну сейчас предложил нам деньги по цене этих наушников даже больше они они до дороже стоит эта последняя версия так что тут не надо тут и здесь я тебе сказал давай я вам по 10 тысяч дамы вы забудете нам деньги твои она чтоб ты типа вернул их лучше на место взял просто отдаем дома да то есть оттуда ты взял нет я не украл давай доедем как она даже на учительница работает не меня отстань я тебе сказал и ваш это почти годовая зарплата получается моя моя дешевле школе что ты врешь учительница школе такая разница вот какая детальному че ты прикопался ты можешь просто уехать отсюда может нахер его серьезно чуть-чуть чем мы 70 твои что ли деньги пусть сам разбирается все пока бери наушники что за прикол я не знаю блин а самый прикол магазина о да чтоб вернуть я должна их возвращать ребята вы видели своими глазами то я вообще даже не могу до сих пор усвоить всю эту информацию чего вообще как каша да еще просто сейчас вот все так произошло непонятно сначала какие-то наушники менты деньги типа у меня реально покидает мысль откуда эти бабки наушники он просто нам отдал зачем тогда вообще он хворовал то есть можно выкинуть вообще да не надо вернуть да кстати ребята мы кидать не будем бы реально будем искать куда хирур что вы нас потом типа не чмирили в комментариях то что вот мы по-свински относился к макс ментов к их точнее потому что нас самих там затаскают макс камера мы уже мало процентов у нее давай чтобы заснять как мы возвращаем поездку но это не аркута я так понял я хочу он забрал что ли делал такой хитрый засраем очень хитрый ребят я думаю но она не нужна ребят думаю кто-то из вас его помнит это чувак который два раза уже засветился один раз он просто сбежал из дома и меня шантажировал спаси увиделся иначе он там домой не вернется так далее второй раз он украл на ключ от porsche и заперся в моей машине как бы это глупо не звучало так оно и было и сейчас вот он подрос уже сначала тот даже не узнал и вот просто кудись творит я не покидать ряд реальной мысли откуда не деньги вот как-то буду странно но это сам пачка мне кажется это многолетнее скопление может быть мамки мамки сын только потому что он их просто для понта хотя нет он из этих по из это почти там деньги хотела дать ну да то есть он значит не для понта просто при друзьями он так легко типа двадцатку решил отдать потому что вот эти наушники которые ты выкинул не касаемо тысяч 57 мода это это ребят от не рпад если что как будто это глупо не звучал какие-то китайские наушники но тем не менее он их вытащил совсем содержимым пуля то жесть ну это очень странно что делать на счет этих денег или в дом же забить ну давай я я вообще на самом деле забил ну да нам еще раз это как бы не касается реально то есть ну спер и спер ну как-то блин мне жалко вам кто смотри он мать у него получается одиночка то есть она работает учителем вообще в школе преподаватель и чего для нее ты нормально на мнение то есть у нас в пензере во что понимали а такая пачка это я не знаю то блин год надо работать эти значит предлагаю предлагаю сейчас поехать домой а если чего вдруг он где-то засветится либо тебе напишет либо мне можем его навстречу допустим вызвать чем она напишет ну а вдруг но он же постоянно докапывается но я я вообще не возьмем но тогда он помещу у тебя ключ украл я вообще не вспомнил перед метом поставлять его не будем ну не не надо короче ребят сами сиди своими глазами на этом видос пошел концу дальше посмотрим что будет к максимуму уже не успели ну как мы можем успеть и тогда мы не заселим вам на камеру что происходит потому что же темно поэтому я думаю теперь до завтра да да на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки набираем 40 тысяч лайков и выходит продолжение до новых встреч пока